Культовые святилища В уже более поздний период на алтаре, а также на каждом из камней, будет вбита маленькая металлическая пробка, как бы геодезический значок или отметка. По сути, это комплекс небольших пирамид. На тюркском языке это место называют кибенкая, что в переводе означает сахарные головки. Подход к цветку из камней или святилища сильно зарос лесом, и из горы его не видно. Но если спуститься поближе, понимаешь, что длинный стебель состоит из тщательно обработанных камней. Узкая тропа Узкая тропа выводит прямо к алтарю, находящемуся по центру. Цветок или ромашка всегда означал солнце. Вот и в нашем случае, по всей вероятности, это и был храм солнца. У меня создалось впечатление, что эта конструкция явно использовалась в культовом назначении и как приемно-передающее устройство. Лепестки цветка достигают высоты 8-10 метров и наклонены под углом 60 градусов от центрального камня, алтаря. Само сооружение, как любая антенна, наклонена под углом 45 градусов по отношению к хребту и работает в режиме приема-передачи. Человек, приходящий на это место с чистыми помыслами, способен активизировать его, поставив на алтарь дары и попросив здоровья, мудрости, благополучия, счастья, сам становится облучателем. Вспомним основы всех имеющихся средств связи. Облучатель подает сигнал на 360 градусов. Наклоненные лепестки, расположенные по кругу от центрального камня, образуют собой отражатель. Сигнал, попадающий на отражатель, в несколько раз усиливается и отправляется в нужном направлении. Вполне возможно, что именно это сооружение дало ученым основу для создания тропосферной и космической связи. Принцип действия этих антенн аналогичен принципу действия храма Солнца. Определить возраст этого сооружения невозможно. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok